Амброзия приехала к нам из Северной Америки. Богатая на белки астровая красавица завозилась в наш регион как кормовая культура. Отсюда и название – амброзия – пища богов. Но уж точно никто не рассчитывал, что у большей части населения она вызовет аллергию. Название амброзии этому растению дал Карл Линей. У него вот такие вот интересные соцветия, которые образуют общие соцветия. Это семейство астровы или сложноцветные. В данном случае это печальное совпадение, что те белки, которые вырабатывает это растение, те белки, которые находятся на поверхности его пыльцы, воспринимаются нами как болезнетворные агенты. Как выглядит амброзия, хорошо знают аллергики и в лучшем случае люди со знанием растительного мира. А вот многие из нас не смогут отличить ее от остальных видов бурьяна. Но источник аллергии надо бы знать в лицо. Амброзия растения, которое стремится выжить. Даже только что появившиеся кусты могут давать семена. А если скосить амброзию в период цветения и не убрать ее с земли, то она снова прорастет. Может начать цвести даже вот самое маленькое растение буквально с несколькими листочками. Этот процесс запрограммирован, связан с длиной светового дня. И растение даже после кошения, находясь в достаточно угнетенном состоянии, способно все равно давать соцветия. Мы подобных ошибок во время нашего мини-субботника не повторяем. Борьба городских служб часто неэффективна как раз из-за того, что скошенную амброзию оставляют на участке. Ее скосили, но она вот себе вот так спокойно лежит. И на следующий сезон все семена взойдут. Вот, вот семена. Тут много ее. Ее скосили, но не убрали. Поэтому очень важно сейчас ее после кошения убрать и утилизировать. Потом на следующий год из каждого из них может вырасти, если мы их не утилизируем, новое растение, которое будет насыщать атмосферу пыльцой. Несмотря на такие непростительные ошибки, активисты отмечают эффективность местных служб. Говорят, раньше аллергена было больше. Но бороться с амброзией нужно всеми способами. Ее по-прежнему много в частном секторе и на поселке Котовского. Наилучшая стратегия, по мнению активистов, это уничтожение культуры в два периода. Первый этап это до цветения, то есть до начала августа. С амброзией можно бороться и вырывая ее при кошении и при обработке препаратами, вы способствуете тому, что будет меньше концентрации пыльцы непосредственно в момент цветения. И второй этап это уже после цветения, октябрь-ноябрь, когда вы собираете урожай своеобразно, вы косите амброзию и собираете ее, и ультилизируете. Этим вы способствуете меньшей схожести амброзии на следующий год. Роман борется с амброзией уже пять лет. У него нет аллергии на растения, но им движет желание сделать город чище. Прежде всего хочу видеть свой город чистым. Чтобы проведение было аллергической реакции, чтобы эластический вид, в конце концов. Эстетика, если хотите. Ну и здоровье людей, конечно, не на последнем месте. Представьте, что у вас аллергия на айву. И каждый раз по дороге на учебу или на работу вас заставляют съесть один плод. Так и живут люди с аллергией на амброзию. Либо весь период цветения проводят на лекарствах, либо мучаются по дороге на работу или на учебу. Лично у меня это насморк и зуд в глазах, очень чешутся глаза. Есть и похлеще симптомы. Это задыхание у людей, астма и кожаные ожоги, своеобразные экземы. После кошения амброзию необходимо сжигать, либо закапывать. Вероника Годятская, Григорий Евич, телеканал Репортер.